Он заставит тебя рыдать. Этот кухонный злодей только кажется горьким и вредным. На самом деле лук это не только кладезь полезностей, но и отличный помощник в гастрономических экспериментах. Репчатый лук, он используется также в свежем виде, и также его можно использовать в жареном, пареном, маринованном виде. После термических обработок он приобретает сладковатый привкус. Мариновать его можно в уксусе, в масле. Уходит горечь, он становится более мягкий. Оболочка острых скороспилых сортов лука состоит из нескольких плотных слоев, поэтому они долго хранятся и содержат большое количество ценных эфирных масел. Для салатов желательно использовать красный лук. Он более нежный, у него нет такого стильного запаха. Рускето классическое. Туда идет авокадо, помидор, лук. Также там есть соль, перец для вкуса, масло оливковое и сок лимона, чтобы авокадо у нас не почернел. И украшают это все веточками шпината. Хозяйки любят сорт шалот за менее острый вкус и приятный аромат. В кулинарных книгах найдется множество рецептов с луком, начиная от знаменитого французского супа, заканчивая пирогами. Лук-конфи – это выпаренный лук со сливочным маслом, сахаром и солью. Обжариваем омлет со сливками и яйцами на сливочном масле. Добавляем туда лук-конфи, сворачиваем его рулетом и сверху украшаем сливочным соусом с добавлением зеленого лука. Чаще всего зеленые перья используют для украшения уже готовых блюд. Впрочем, повара советуют также добавлять их в соусы для аромата. Бланкет с лососем – это бланшированные овощи, морковь, курица на дереве, лук-порей, с добавлением лососа запеченного и соусом сливочно-горчичный. Это сливки с горчицей и зеленым луком. Украшается это все зеленым луком и с паржей. Волокнистая структура парея делает его подходящим для тушения и приготовления супов. А вот резанец станет прекрасной альтернативой чесноку. Его любят сочетать с рыбой и морепродуктами. О модных луках пусть позаботятся стилисты. Ну а мы, пожалуй, разнообразим свое сезонное меню. Продолжение следует...